Всем привет, ребят! Добро пожаловать на прямой эфир! Сегодня мы говорим на суперинтересную, актуальную тему, что ждёт нас в будущем, что это будет за новое время, что это за переход. И я присоединяю сейчас Артрею, это регрессолог. Так, 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 сейчас... Ждём, ждём, ждём. Тема вообще очень интересная. Добрый вечер! Добрый вечер! Как меня слышно? Да, хорошо, видно хорошо. Так, сейчас секунду, погромче сделаю. Так. Всем добрый вечер! Всех приветствуем сегодня на нашем суперинтересном эфире. Мы с Юлей уже часто так проводим эфиры. Я думаю, вы знаете обо мне и чем я занимаюсь. Ну, давай... Да, не, давай, наверное, всё-таки напомним. У нас была, да, серия эфиров, по-моему, в марте. Мы в апреле и в мае сейчас делали небольшой перерыв. И вот опять... И причём взяли такую тему очень интересную. Ну да, наверное, давай напомним. Да, меня зовут Артрея. Я духовный проводник. И так же я провожу сеансы погружения в прошлые жизни и пространство между жизнями. Помогая людям вспомнить, кто они есть за пределами этого тела и для чего они пришли на Землю. И сегодня, да, мы назначили такую важную на самом деле тему, потому что я от многих людей и сегодня получала сообщение о том, что почему мне хочется больше бывать на природе, почему, да, вот там, не хочется кушать уже той еды, что ты кушал, меняются вкусы. Одна моя ученица, недавно я с ней проводила сеанс, говорит мне, ты знаешь, говорит, я начала чувствовать людей, говорит, чувствую их энергию, их мысли. И она говорит, это очень, конечно, интересно, но это, говорит, меня пугает, говорит, что такое, что происходит. То есть люди сейчас могут пугаться таких странных состояний, необычайных, но мы о них чуть позже поговорим. Давайте вернёмся сейчас с вами назад во времени, по крайней мере, даже к 2012 году. Напишите, пожалуйста. Нет, давай, пусть наши зрители напишут, а потом я хотела сказать ещё, почему меня эта тема так заинтересовала, и я тебе предложила на эту тему эфир провести. Да, напишите, пожалуйста, чувствовал ли кто-то из вас какие-то изменения, начиная с 2012 примерно года, когда говорили о конце света, когда закончился календарь майя. Напишите, пожалуйста, было ли у вас какие-то ощущения необычные? Ну и расскажи ты теперь. Слушай, ну, почему тема меня заинтересовала? Я слушала один из твоих последних прямых эфиров на Ютубе, и ты сказала, что к тебе приходят такие мысли, озарения, видения, что когда вот мы сейчас на переходном этапе планета из третьего измерения транзитов через четвёртое движется в пятое, и что в пятом будет более, ну, точнее, доступен нам контакт с миром душ. Вот, и это мне показалось вообще очень интересным. Ну, это, ну, скажем так, такой триггер, который я поняла, что это действительно, ну, так, и что многие люди, ну, не то, что многие, но некоторые, у которых не было таких, ну, скажем так, способностей раньше, они просто спонтанно проявляются, да, там, через сны или прям... Вот, да, и сейчас действительно очень много повышается вот эта эмпатичность, чувствительность. Многие ощущают, что там то хочется спать действительно, то там много энергии, какие-то такие скачки. И да, и ещё ты говорила, что вот на эфире, что чувствуешь вот такие вот изменения в пространстве, и именно поэтому, ты знаешь, я люблю слушать вот прям самые-самые свежие эфиры, потому что, ну, такое впечатление, что вот информация буквально там каждый день обновляется, да. Да, у нас, на самом деле, очень много на эту тему. Я хочу рассказать немножко предысторию. Ещё, когда не было 2012 года, конец 2011, я помню, я ещё не читала никакой такой литературы, и я ещё тогда не проводила сеансы регрессии, то есть ничего такого не делала. Но я внутри себя ощущала, очень сильное было чувство, что что-то изменится. Знаете, было такое чувство какого-то праздника, Нового года, что в пространстве что-то меняется, и нигде ещё пока такой информации не было особо. Я когда кого-то спрашивала, никто не знал, о чём я вообще спрашивала, но я ощущала вот в душе, в своём сердце такую радость, и как будто грядут какие-то колоссальные изменения. Конечно, сейчас, спустя время, я-то поняла, к чему это было предчувствие в преддверии того, что происходит, потому что 2012 год являлся вот как бы ключевой точкой в переходе, потому как переход начался ещё ранее, по-моему, даже и в 2000-х годах, но в свой оборот, вот он пик какой-то набрал 2012 год. Ещё даже Иисус в те времена он уже, скажем, прописал в энергетическую решётку Земли информацию о вознесении, о переходе. Его переход случился через тело, то есть он перешёл в своём теле. Мы поговорим о том, каким может быть переход позже. То есть он уже записал эту информацию. Вы знаете, что нашу Землю также окружают тонкие поля, эфирное поле, также какие у нас тонкие тела есть. И вот информация записывается вся. Также Землю окружает такой энергетический каркас, решётка, может быть, вы тоже читали, видели. Энергетическая решётка, она похожа на фигуру Додекаэдр, многогранник. И эта решётка, это как каркас, такой служащий, чтобы усилить потоки энергии на Землю. И эта решётка создалась благодаря пирамидам, построенным на Земле. Если соединить все вершины пирамид, как бы линиями, то она образует эту форму многогранника вокруг Земли, если кто-то видел. Для того, чтобы Земли, это как каркас такой, для Земли, чтобы питать Землю энергией, чтобы к ней от источника космическая энергия, то есть для помощи Земле. Потому как переходы, они совершались много тысяч лет назад, то есть раз в 26 тысяч лет, насколько я знаю, совершается этот переход, как по спирали, скажем, мы поднимаемся. И вот последнее, когда были времена Атлантиды, тогда произошло падение вибраций, так как были нарушения, они воспользовались теми способностями, которые были даны, не очень корректно. Их жадность поглотила власть, ну, в общем, в таком духе. И, скажем, они создали это скажение. И мне снился сон, во снах тоже получала много информации, мне снился сон, как, возможно, это было в Атлантиде, как происходило падение по этим вибрациям. Я видела, что я с какой-то командой была как в лаборатории какой-то, мы что-то занимались, исследовали, и началось землетрясение, то есть я помню тут жизнь. Началось землетрясение, и мы начали как бы пытаться выбежать из этого здания, где мы находились. И, знаете, вот как по ступенькам ты бежишь, а как падаешь, вот вниз по уровням, вот так по вибрациям было падение. И после того, что произошло в Атлантиде, как будто эти храмы же все строились, как раз для того, чтобы помогать земле на будущее закладывать вот эту информацию о вознесении. И учителя, которые приходили, как Иисус, Будда и другие, они как раз-таки показывали нам, куда идти, то есть они служили маячками для людей, куда нужно идти. И сейчас, получается, мы пришли к той точке, когда мы совершаем этот переход, представляете, то есть уже много тысяч лет прошло, мы вошли в эту, как сказать, мы погрузились в эту иллюзию игры, мы забыли о том, кто мы, то есть падение к чему привело нас, к тому, что закрылись все наши способности, мы забыли о том, откуда мы пришли, хотя раньше мы помнили, во времена Атлантиды, во времена Лемурии, например. Единицы, кто помнил, конечно, потому что они были теми маячками, которые помогали, но большинство забыли, мы как бы начали с нуля. Каменный век, скажем так, начался, то есть мы начали с нуля, все создавали, все технологии, хотя вы ведь знаете, вы видели видео, когда находят останки древних людей, где у них уже были высокоразвитые технологии, в которых они делали операции и так далее. То есть мы не являемся высокоразвитой цивилизацией по сравнению с теми, которые были ранее. И сейчас это только постепенно раскрывается. У нас еще все знания, даже вот Египет, пирамиды, как пользоваться этими пирамидами, для чего они были построены, мы не знаем, у нас еще эти знания все не открылись, но были цивилизации, которые умели этим пользоваться. Представьте. И значит сейчас, это такой период перехода, это не в один день, не в два дня, это период, который происходит и длится, может быть, даже сотню лет. И нигде не написано о том, когда конкретно это закончится. То есть это процесс. Что это за процесс? Это процесс нашего пробуждения. Когда раньше была зима, мы были в спячке, мы дремали, и мы находились в режиме выживания. Мы думали о том, только как добыть себе еду, как выжить. Были времена, вот эти войны за земли. Но сейчас же, как раз таки происходит переход, когда мы от режима выживания идем к раскрытию своего сердца, к раскрытию своей души. И я видела в одной из своих медитаций, в одном из своих погружений, мне несколько лет назад, я видела такой опыт. Мне показали, мне показали, что земля переходит, если сравнивая с нашими чакрами, мне показали, что она переходит из зоны солнечного сплетения, это зона называется Хары, она переходит в сердечную чакру. То есть я прям видела, как не только земля, даже вся вселенная наша переходит, поднимается вот как бы снизу вверх, вот в этот энергоцентр сердечный. Здесь душа, здесь связь с Богом, с источником, здесь возрождение своей божественной природы, вспоминание о том, кто ты. То есть вот этот процесс уже начался еще, ну, из двухтысячных, да, примерно годов, и набирает обороты с каждым днем. И, скажем так, я не сказать, что зацикливаюсь, ты знаешь, на этом, что я постоянно думаю об этом, но я просто наблюдаю, я просто наблюдаю и замечаю, как это происходит. Так вот, в 2012 году, когда я почувствовала, что что-то происходит, я начала чувствовать с того момента, знаете, секундные, минутные ощущения огромной безграничной любви. То есть прям вот выбрасывала в это состояние, что ты любовь, все вокруг любовь, тебе хочется обнимать деревья. Это как раз моментами включалось и потом уходило. И оно включалось буквально ненадолго, в 2012. Если сравнить с тем, что сейчас происходит, вот за сколько там, 8-9 лет, то сейчас это состояние нарастает все больше и больше, ты чувствуешь эту любовь. Все больше и больше, ты начинаешь чувствовать единство с окружающим, что все то, что есть вокруг, это ты. То есть сейчас пробуждаются спящие нити, коды ДНК. Пробуждая, они были нарушены из-за наших понижений, вибраций, падения. И сейчас они пробуждаются, они восстанавливаются, эти нити, по которым начинает течь энергия, запуская вот это пробуждение клеточной нашей памяти о том, кто мы вообще на самом деле. А мы же, вы знаете, световые существа создания. Мы есть свет, мы есть любовь, о чем мы с вами вспоминаем. И, значит, переход происходит на разных уровнях. Получается, так как мы имеем свое физическое тело, эфирное, астральное, ментальное, то есть эти тела, тонкие наши физические, совершают сейчас переход. И совет такой дается, да, тем, кто хочет совершить этот переход, если можно так сказать. Ну, конечно же, благостно мыслить, настраиваться на позитивные эмоции и облегчать, менять свое питание. Получается так, что каждое наше тело имеет свою вибрацию. Физическое тело имеет свою вибрацию. Там по баллам, я даже знаю, разделяют вибрацию. Эфирное тело имеет более тонкую вибрацию, чем физическое. Астральное. Каждое вибрирует на своей частоте. И частота каждого тела сейчас повышается. Так как, значит, из космоса, от источника идет энергия, космическая, световая энергия. И вот этот каркас вокруг Земли решетка, в нее вливается свет и, соответственно, вливается в нас этот свет. И что происходит, когда вливается этот свет? Значит, он начинает из нас, так скажем, подсвечивать нам то, чего нам нужно освободиться. Он начинает из нас как бы выталкивать, вычищать, вымывать искаженные, я так называю, энергии. То есть на ментальном уровне начинают мысли всякие там подниматься, программы, эмоции очень сильно сейчас всех чистят эмоциональные качели, да? То есть нас кидает сейчас вот так, раскачивает, то мы чувствуем любовь, восторг, воодушевление, то мы чувствуем раз опять нас в эго. То есть нас пока качает, почему, объясню, нас качает вот таким образом, потому что мы сейчас можно сказать доздаём свои экзамены по тем урокам, которые, как подтягиваем хвосты, можно так сказать, по тем урокам, которые мы ещё не прошли. Поэтому нас возвращает в эго, нас возвращает ещё в какие-то ситуации, проверяют, как мы поступим. Мы поступим от эго или мы поступим выбирая любовь, да, выбирая, скажем, свою душу, свет. Вот. И поэтому нас ещё туда-сюда качает. Но уже я заметила, что временной промежуток нахождения в состоянии любви и благости увеличился. Конечно, более чувствующие люди будут это лучше чувствовать, что происходят такие изменения, будут лучше чувствовать энергии. Те, кто пока меньше открылись, конечно, ещё они будут чуть-чуть позже проходить эти процессы. То есть есть первопроходцы, те, кто уже ещё несколько лет назад это ощущал, а есть те, кто будут следом идти. Так вот, и я постоянно ощущаю энергии в макушку головы, потоки очень сильные просто идут. Так что порой сваливает с ног, я так ложусь и лежу, и даже просто пошевелиться невозможно. И хочется спать, да, тебя резко просто отключает, еле доходишь просто до постели, бумс, и как-то на кнопочку, знаете, нажали, и ты отключился. Почему? Потому что во сне с нами работают высшие энергии, нам целители, наши наставники, они во сне с нашими тонкими телами работают, перенастраивают их. И легче перенастраивать наши тела во сне, потому что наш ум спит. Тот, кто постоянно вмешивается, тот, кто постоянно сомневается и анализирует, он в этот момент спит, и тогда проще налаживать там все процессы. И поэтому очень часто может быть сейчас состояние, что у вас очень хочется спать. Напишите, есть у кого-то такое или нет. Просто у меня последние годы я думаю, ну сколько можно уже спать, просто вот невозможно. Да, бывает наоборот, прилив бодрости, бывает, что происходит еще, меняется получается время, восприятие времени, день, ночи, и ты бывает так чувствуешь, что ночью не хочется тебе спать, вдруг заряд энергии такой, и тебе хочется, что ты просыпаешься или вообще не ложишься. У кого-то тоже такое бывает, напишите. Последние вот было несколько недель у меня такое состояние, я несколько ночей просто не спала, я чувствовала много энергии, сил, ты там начинаешь когда-то уже меньше спать, то есть меняется даже восприятие сна. Далее, что у нас меняется? То есть будет меняться перестройка происходить в каждом тонком теле, в физическом теле, будут меняться органы, насколько я знаю, перестраиваться, и будут меняться клетки, то есть у нас клетки сейчас, насколько я видела, построены на углеродной основе, на углероде, и будут переходить в кремниевую структуру, то есть в световую, кристаллическую структуру, будут переходить наши клеточки, наши органы, То есть мы переходим в световое тело Мы сейчас поговорим с вами про измерения еще Я договорю То есть понимаете, полностью меняется тело Его будет меняться плотность Но это происходит, я могу сказать, постепенно Понимаете, то есть все равно Нельзя, чтобы это произошло быстро Иначе, так как сейчас вливается энергия Посмотрите, сколько из нас выходит Всех слоев, пластов Ты думаешь, знаете, какие-то обиды всплывают О которых ты забыл, какие-то из детства Вот просто ты уже думать об этом забыл Ты думал, что это ты проработал Но вдруг раз оно поднимается Поднимается все из тебя Ты думаешь, сколько уже можно там чему подниматься Вот, это то и происходит Что свет, он как бы в глубже, в глубже В наши структуры проникает В слои наших тонких тел И все больше поднимает, чтобы это нам показать Вот, смотри, что еще в тебе осталось И что нужно сделать с этим, конечно Мы это осознаем, вот оно проявилось И здесь, конечно, высвободить эмоцию Кто-то захочет поплакать Как бы выпустить пар Но это нужно проживать с освобождением Да, я это осознаю Боль, это обида, поплакал и отпустил То есть не застревать это Не держать это в себе То есть выбирать все время свет и любовь Что бы ни случилось Что бы ни происходило вокруг Пожалуйста, все время направляйте свое внимание Я выбираю любовь Я выбираю свет То есть я это тоже все время делаю Вот что бы ни происходило в мире сейчас Вы не должны впускаться в эти переживания Хотя нас, конечно, дергают эти всякие ситуации за ниточки Но, скажем, если мы будем на это реагировать То нам будет тяжелее все это проходить Ну и так представьте, что каждое тонкое тело Сейчас повышает свою вибрацию И перенастраивается И вот твой блок, да, твоя деятельность То, чем ты занимаешься, это не зря Потому что нам нужно помочь и физическому телу Тоже оно должно повысить свою вибрацию А за счет чего оно, естественно, повышает вибрации За счет питания И я помню, даже несколько лет на сеансах говорили Значит, помогайте своему телу Помогайте своему телу Через одну женщину разговаривали с нами Другие цивилизации космические Сириус в том числе И говорили, что нужно помочь телу Нужно облегчать питание То есть нужно пить больше воды, естественно А сейчас и хочется больше пить воды То есть это само происходит Например, ты кушаешь что-то привычное Но ты понимаешь, что какой-то вкус странный Уже как будто ты не чувствуешь радости От того, что ты кушаешь Может быть у вас это тоже бывало Периодами это сейчас возникает Ты поел, и оно как будто безвкусное для тебя Вот То есть и сейчас вот последнее время Я заметила, что меньше хочется есть Вот И хочется более легкой пищи То есть ты чувствуешь Да, уже То есть мы начинаем быть тонко чувствующими И ощущать, где есть искаженная вибрация В том числе Вот как я и рассказала Получается Мы чувствовать можем уже Людей, которые рядом с нами И место, в которое вы пришли Пришли там на рынок, не знаю Пришли, не знаю, в автобус Или к друзьям Вы будете чувствовать, какая энергетика Какая вибрация Да, где неприятно вам находиться Вот открываются эти психические тонкие способности Когда вы начинаете чувствовать природу Вот как раз почему хочется быть больше на природе Почему это происходит Потому что природа, она находится в единстве с источником Природа, она находится в гармонии с Творцом С энергией любви И когда мы находимся на природе Наши тонкие тела и физическое Сонастраиваются с полем природы И природа, она нас тоже помогает Перенастраивать, гармонизирует нас Вот, и поэтому мы тянемся И тянемся больше на природу И я сама этим летом Мы вообще очень мало бывали в людных местах Очень редко куда-то выходим Постоянно, вот просто каждый день Мы ездим на природу Вот все время уже хочется Чуть и до там не поселиться И находиться в этом месте Потому что когда чувствительность Очень сильно поднимется Мы просто не сможем жить так, как жили в этих домах И квартирах Уже не сможем Потому что они плохо проводят энергию Ну и здесь скапливается Соответственно тоже много отрицательной энергии Чем на природе То есть меняется питание Все больше и больше тянет нас К чистой экологической такой еде И это не происходит насильно Что тебе надо это есть Ты себя не заставляешь То есть я себя не заставляю Как бы я просто чувствую, наблюдаю Что все, хочу меньше там кушать Хочу больше там Тех же там смузи, фруктов И так далее И значит, что меняется Так как идет Значит очищение ментального поля Наших убеждений Расширяется вот как бы наше сознание Может быть у вас были такие ощущения Как будто вы чувствуете себя больше, чем физическое тело У кого-то больше Кто-то писал мне даже Я чувствую себя уже как шар То есть я ощущаю шар и тело А кто-то чувствует, что Ну как гигант себя Вот как будто ты как гигант становишься Размер Вот это пока моментами случается Это пока периодические состояния В них невозможно пока все время находиться Потому что Ну потому как Представьте, все время вот в таком состоянии То есть ты огромным себя чувствуешь И ходишь Делаешь какие-то бытовые дела И получается расширяется сознание Каким образом меняется восприятие внешней реальности Ты, когда смотришь на что-то, на кого-то Ты начинаешь по-другому как будто видеть мир А как ты его видишь? Смотрите Может быть кто-то замечал Находясь на природе Ярче цвета могут становиться То есть облака Ты, я в последнее время Вот несколько месяцев наблюдаю постоянно за облаками И они какие-то не такие, как обычно Как мне кажется Они какие-то волшебные, космические То есть начинаешь это замечать Что цвета усиливаются, ярче становятся То есть А почему? Потому что, например В астральном мире те же цвета Они ярче Кто увидит астральные сны цветные То есть там все ярче во много раз И как бы красивее Так и у нас получается Во время перехода Будет меняться видение цветов И как я говорила Да Получается, когда мы пришли в эту жизнь Что называют завесой Между тонким и материальным миром Эта завеса Ну как пелена, не знаю Некий слой Она была раньше плотной Из-за чего закрывалась наша память Когда мы сюда приходили Но из-за повышения вибрации Эта завеса истончается Грань между плотным миром И тонким Она истончается И ты начинаешь тогда Видеть тонкий мир То есть ты начинаешь Видеть энергии в пространстве То есть может быть Энергетические шары Энергетические всполохи То есть души Умерших людей Куда они переходят В астральный мир Эта грань сотрется настолько Через время Что мы начнем видеть Этот тонкий мир Он соединится Как бы с физическим Не будет разделения И различия То есть мне это уже Много раз Эту информацию передавали Что мы сможем Видеть ангельских существ Ангелов Что и говорили Что мы Как говорили Что небо и земля Как-то там Мы соединимся С умершими родственниками То есть грань между нашими мирами Сотрется И соответственно Плотность нашего тела Уже не будет Такой плотной Как это сейчас есть И Кто знает Кто видел Астральные сны Там все Быстро создается Силой мысли Во сне Ты только подумал Раз Оно уже и произошло То есть Мгновенно материализуется Вот И мы придем К тому Что Уже это происходит Возможно Вы заметили Что Вы подумаете Помечтали о чем-то Раз Оно воплотилось Я думаю У вас тоже такое есть Потом Это будет гораздо быстрее Только Секунды не будут проходить Как вы подумали И оно воплотилось То есть Мы к этому тоже идем Поэтому У нас сейчас Подготавливают Столько тренингов Разных Столько курсов О позитивном мышлении Управляйте силой Своей мысли Нас подготавливают Чтобы мы научились Иначе Вы понимаете Если мы перейдем В такую сейчас Вибрацию Где будет все Создаваться Мгновенно Что мы нас создаем Если мы не умеем Еще управлять Своими мыслями Правильно их Настраивать Просто Даже какой-то страх У тебя Раз мысль Страх появилась И это будет Раз твой страх Появился Ты его будешь Видеть Сейчас они Страхи Все находятся На астральном плане Все ваши эмоции Вы их пока Чувствуете Но не видите Но когда мы будем В этом уже Тонком мире Когда соединимся с ним То есть оно сразу Будет воплощаться Ну и конечно же Кто перейдет Кто сможет вообще Перейти Не нужно ждать Этой точке Во-первых Перехода Вот когда же Это случится Просто нужно Конечно довериться Вселенной Наслаждаться жизнью Менять свои мысли Отпускать Прощать Быть легче Менять Ну потихоньку Питание Все должно быть С радостью Это не должно быть Страхом Знаете У многих есть страх Я перейдут ли Мои родственники А вот что Если я перейду Они не перейдут Это все Беспокойный ум Создает Это все Не то о чем Вообще Нужно думать Все произойдет Так Как выбрала Ваша душа То есть Наилучшим образом Для вас Те кто Не дотянут До нужной вибрации То есть Вот эти В переходе Нельзя никого Не обмануть Да там Нельзя Заплатить За это денег То есть Тут будет Определяться Просто уровень Твоей вибрации Автоматически Если ты Соответствуешь Той вибрации Ты Как бы Переходишь Но Я так Это все Таки ощущаю Что Мы остаемся Здесь На земле Но Просто Мы будем В другом слое Вибрации Этой земли И в какой-то момент В какой-то момент Не знаю Через сколько Правда лет Те кто будут В третьем Измерении Они перестанут Видеть тех Кто в четвертом В пятом Измерении То есть Сначала Мы сейчас Переходим На четвертую Октаву Четвертое Измерение Но хотя В четвертом Мы еще Будем Видимы Для других Вот в пятом Точно не будем Может быть Даже ваши Тонкие тела Уже перешли На четвертое Измерение Физическое Пока не дотянулось То есть Физическое Тяжелее всего Идет Потому что Оно более плотное Ему нужно Тем самым Помогать А тонкие тела Уже могут Вибрировать На четвертом Уровне Скорее всего Так И значит Что происходит Может быть Вы замечали Знаете Когда Бывают Такие моменты Там я разговариваю С кем-то И я понимаю Что как будто Мы разговариваем С разных планет Уже Хотя до этого С человеком Нормально общался А тут ты чувствуешь Что как будто Вы вот Разная вибрация Получается И такое ощущение Что вы в разных Реальностях Хотя пока Вы еще видите Друг друга Но такие Появляться стали Ощущения Последний год У меня Что я прям чувствую Что как будто В разных вибрациях В разных слоях Мы находимся Но хотя Пока еще Мы видим Друг друга Вот То есть Четвертое измерение Скорее всего Еще будем Видеть друг друга И у нас еще Будет оболочка Тела В четвертом измерении Но она будет Не такая Плотная Вот И откроется Психически Этим самым Способности Может быть Да Мы дойдем до этого Что телепортироваться С помощью мысли То есть Это не является Сказкой Это не является Фантазией Это наши Естественные Способности Которые были У нас И из-за того Что мы Вот Да Прошли Это падение Вибраций Хотели Поиграть Да В свое Эго То есть Мы забыли Просто Об этом Вот и все И получается Что в пятом Измерении Уже Мы будем Чистой энергии Те кто Перейдут В пятые Там уже Не будет Формы тела Органов То есть Там Ты будешь Уже Энергия Вот Поэтому Все что нам Нужно Это нам Нужно Настраиваться На позитивные Вибрации На позитивные Состояния Ни в коем Случае Да Не бояться Это Довериться Что вас Ведут В этом Процессе И что Хочу сказать Что мы Все Проходили Этот Переход Когда Даже Спускались На землю В это Тело Мы Пришли Из тонкого Мира В этот Плотный Мир Тем самым Мы Совершили Этот Переход Понимаете Переход По Измерениям В опыте Души Нашей Есть Этот Опыт Путешествия По Измерениям Только Сейчас Мы Проживаем Его С вами В физическом Теле Осознанно Что Хотела Еще Сказать Как То Есть Вознесение Переход То есть Это Изменение Частоты Вибрации Получается Каждого Тонкого Тела И Расширение Сознания Когда Ты Начинаешь Себя Осознавать Вот Этим Огромным Световым Телом Которое Ты Есть На Самом Деле И Осознавать Все Свои Способности И Вознесения Будут Переходить Я Я Знаю Что Несколькими Способами Например Кто-то Будет Вознесение Переходить Через Сброс Оболочки Нынешнего Тела То есть Умирая Для нас Будет Казаться Что Человек Умер Но На самом Деле Он Прошел Вознесение Он Перешел В Тонкое Тело А Второй Вариант Как Мы Будем Проходить Это Вместе С Телом То есть Наше Тело Поднимет Вибрации Настолько Как Это У Иисуса Христа Было Что Он В своем Теле Муж Сказ Перешел Поднимется Вибрация Настолько Физического Тела Что Оно Больше Станет Световым Получается И Мы Вместе С Телом Перейдем То есть Это Второй Вариант Нельзя Этот Вариант Выбрать Умом Сказать Ой Я Так Перейду Или Нет Это Будет Выбор Вашей Души В Согласии С Творцом Вселенной То есть Там Все Уже Как Бы Известно Тут Опять Же Мы Возвращаемся К Доверию Одна Моя Знакомая Написала Сегодня А я Говорит Не Хочу Переходить Мне Говорит Нравится Тут Жить Я Говорю Ну Ну Просто Можно Наслаждаться И Жить Твоя Душа Сама Знает Что Для Тебя Нужно Поэтому Просто Не Зацикливаться Слишком На Это Перейду Ли Я Или Нет А Кто Из Моих Родных Виде Нет Все Процессы Проходят Знает Об этом Человек Не Знает То есть Это Эволюция Земли То есть Смотрите Переход Это Ступенька Ну Как Сказать Еще Одного Эволюции Мы Эволюционируем Наши Смотрите Еще Что Важно Переходим Не Только Мы Вообще То Переходится Наша Земля Земля Переходит А мы Уже Так Вместе С ней Как Бы Как Сказать Она Взяла К Себе Чтобы Мы Перешли Но Земля Она Является Тоже Живой Энергией Сознанием Душой Клеточкой В Теле Творца Клеточкой В теле Бога Как Я Это Видела И Каждая Планета И Солнечная Нашей Солнечной Системе Каждая Планета Есть Какая Клеточка Вот И То Наша Планета Тоже Повышает Свои Вибрации Она Взрослеет Так же Как И Мы Проходим Этапы Взросления Младенцем Да И Так Далее Там Подростковый Возраст Вот По Мол Насколько Я Знаю Земля Как Раз Она Переходит Вот В Подростковый Возраст Стать То Не случайно Как у Долорес По моему Кеннона Было написано Что наши Души В очереди Стояли Чтобы Попасть Именно В это Время На Земле В этот Период Очень Важный И За этим Наблюдают Сотни Других Цивилизаций Как мы Совершаем Этот Переход То есть Это Важный Этап Точка Не только В Солнечной Системе Но и во всей Нашей Вселенной Понимаете И Вот Действительно Есть Такое Ощущение Сейчас У многих Особенно С последними Событиями Что наше Общество Делится Разделится И вы знаете В книге Почитайте Книгу Те Александр 2150 Год Кто не читал Как раз Там я вспомнила В этой книге Вот Было Про этот Переход Как изменится Наше Общество Там об этом Подробно Описано И Там Как раз Было Разделение Я Не помню Одни Жили Одной Жизнью И они Жили Вот В этой Жадности В страданиях Там И была Как бы Вторая Часть Людей Это Те Кто Выбрал Жить В любви И жить В гармонии С собой И с природой То есть Эти люди Скажем Создадут Новую Расу Получается Что Мы будем Меняться Мы будем Преображаться И за счет Этого Преображения Мы будем Создавать Новый мир Потому что У нас будет Другое мышление Другое отношение К продуктам К земле Из новых Себя Мы создадим Как бы Новое Это общество Понимаете Сейчас уже Есть Экопоселения Различные То есть Понимаете Уже Вы видите Это по чуть-чуть Проявляется И будет Все больше И больше И больше В какой-то момент Возможно Станет этот Выбор Для вас Куда примкнуть К привычному Образу жизни Или пойти Вот туда К новому Куда уже Будет построено На единстве Там не будет Разделения То есть Все ведет Нас К тому Чтобы находиться В гармонии Друг с другом В любви Без вражды Без злости То есть Все эти Энергии Они уходят Они отслаиваются От нас Если кто-то Будет еще Держаться За это Бояться Да То Ну конечно Это тоже Выбор души Это неплохо Как говорят Что души Которые Останутся В третьей Вибрации Измерения Они будут Просто воплощаться На других планетах Соответствующим Этому Измерению Вот А на земле Уже будет Совершенно Строится Другой мир И этот процесс Нельзя остановить Он уже происходит Он уже Вовсю Просто Вот на всех Парах И нужно Отдаться Просто Отдаться Жить Наслаждаться Идти к свету Гармонии Делать добро Для других Потому что В какой-то момент Я знаю Это Я это видела Прям Что мы Мы почувствуем И увидим Глядя в глаза Друг друга Мы увидим Что Мы есть Одно целое Сейчас мы видим Разделенность Разная внешность Эго наше Разделило Но потом Это потрясающее Чувство Когда ты смотришь Человеку в глаза И чувствуешь Что Он Это ты И наоборот Что вы Есть одно А вы Есть Это одно Божественное Сознание Творца Которое Разделилось На разные Части Вошло В различные Оболочки Тел И как бы Забыло Можно сказать Об этом А сейчас Раз И включается Что-то внутри Тебя И ты вспоминаешь Да Это же я И тебе становится Смешно От того Что ты Об этом Забыл Что ты Заигрался Вы знаете Как ребенок В песочнице Сидит Играет В игрушки Вот он заигрался Закопошился Уже Да И забылся Где даже он сидит Там Мама его ждет И мама потом Его зовет Пора возвращаться Домой Вот и нас Сейчас Творец Зовет Пора возвращаться Домой К себе Пора возвращаться Вспоминать Себя новых Так У нас тут Очень много Комментариев Я Просто не хотела Тебя перебивать Я еще Здесь Себе Пометки Сделала Некоторые вопросы У меня есть Но тут Пишут Нам Супер Я не случайно Зашла И заслушалась Видимо Кто-то невидимый Подтолкнул Благодарю вас Вы чудесная Так А Фаина Фаина Наша постоянная Участница Так Все ваши эфиры Интересны И полны Света Этот эфир Особенно близок Мне благодарю А еще Фаина До этого Писала Что Наверное Это вопрос Или нет Что женщины Будут рожать Без мужчин Мне вообще Кажется Что тела Будут Создаваться Вот А не так Как сейчас Я имею Зак Цикл Уже Женский Цикл С лунного Цикла Когда раз в месяц Да И тут Месячный Будет меняться На солнечный Цикл Впоследствии Когда раз в год Получается Происходить Да Еще на уровне Четвертой Плотности Мы будем Да Рожать детей Уже в пятом Измерении Там Да Уже на уровне Вот как ты говоришь Соприкосновения Энергии Когда Рождается Искра В этом союзе То есть Таким образом Вопрос Вопрос А Да Фаина пишет Что это утверждение Да Правильно Так Доживем ли мы До этого Прекрасного Времени То есть Вопрос Ну Когда Это все Ну То есть Оно уже Происходит Это уже Происходит И происходит Несколько лет И с каждым Годом Будет набирать Обороты Все больше И больше То есть Как говорят Что наша Солнечная система Движется Сейчас К великому Центральному Солнцу Которое Находится В центре Нашей Галактики Приближаясь К этому Центральному Солнцу Получается Вибрации Становятся Все сильнее И сильнее И сильнее И знаете Бывает Может у вас Такие Состояния У меня Бывает Настолько Вибрация Когда повышается Такое чувство Что ты Взлетишь Вот я Просто Иду Что-то Делаю Настолько Бывает Вибрация Очень сильная Сердце Сильно Раскрывается У меня Ощущение Как ракета Как будто Я сейчас Взлечу Просто Оторвусь От земли Настолько Бывают Сильные Эти Состояния И За последние Годы Вы заметили Ведь у многих Это раскрылось Те Кто даже Не думали Об этом Последние Пару лет Очень многие Просыпаются Пробуждаются И начинают Интересоваться Почему Сейчас Очень много Людей С духовной Тематики Этих Курсов Всяких Да Систем Самопознание Все Нам Говорит О том Чтобы Пробудись Вспомни Откройся Поэтому Столько Много Всего Сейчас Для нас И появилось Неспроста Многие Говорят Про Регрессию А нужно Ли нам Вспоминать Другие Жизни Если Мол Мы Пришли И не Помним Об этом Раз Этот Инструмент Создан На земле Раз Он Открыт Значит Пришло Время Чтобы Вспомнить Понимаете То есть Все Инструменты В свое Время Приходят Все Они Для Нас Нужны Так У нас Здесь Нам Здесь Пишут Откуда Вы Берете Эту Информацию И еще Вопрос Я Случайно Зашла Жаль Мало Услышала Замечательный Эксперт Представьте Ее Пожалуйста Это Артрея В миру Жанна Занимается Уже Много Лет Эзотерической Деятельностью Проводит Сеансы Регрессии То есть Это погружение Соединение С собой Погружение В себя На сеансах Можно по-разному Это увидеть Вот у меня получилось Что это погружение В меня То есть Я не увидела Какую-то Прям Прошлую жизнь Какой-то сюжет Но это был Прям Жизни Меняющий Для меня Опыт И опыт Некое Подтверждение Того Что Я здесь Не случайно Не просто Так Вот это ощущение Которое Меня Просто Очень Беспокоило Всегда В детстве Что я здесь Делаю Вообще Кто эти люди Рядом со мной Они вообще Я имею ввиду Мои ближайшие Родственники И окружение У меня не было Ни одного Близкого Хотя бы Чуть-чуть Духовного Человека С которым Я могла бы Вообще Обсудить Эти темы То есть Все было Очень По-бытовому Очень Ну как это сказать Такой Советский Быт И поговорить На те темы Которые Которые мы Сейчас обсуждаем Это вот Просто было Что-то Нереальное И у меня Было Всегда Ощущение Что Типа Ну а где Моя настоящая Семья Где Дети Мои близкие Родные Там Люди И существа Потому что Ну Духовно Близких Людей Вокруг Не было И я Выросла В очень Ну скажем так В фрустрации Это мягко Сказано Так Что я хотела Сказать еще Я хочу сказать Про литературу Вопрос Да Где вы это все Берете Я беру Очень многое Своего личного Опыта Это мои сны Это сеансы Регрессии Это мое Просто чувствование Я наблюдаю За изменениями Своей жизни За последние Вот 8 лет Можно сказать И Как это у меня Всегда бывает Я нахожу Подтверждение Своих Состояний Потом В книге И вот Последние книги Которые я могу Порекомендовать Это Друнвелла Мельхиседек Древняя тайна Я доверяю Я доверяю Своему чувствованию Это видимо Про родственников Да И Мила пишет Точно У меня полжизни Был такой вопрос Что я здесь забыла Да И где я черпаю информацию Это действительно Это в первую очередь Личный опыт Личное чувствование Которое Скажем так Может быть я вначале Наблюдаю за собой Ну какую-то трансформацию Какое-то изменение А потом я смотрю Кого-то допустим Там из эзотериков И ну там Кто рейки занимается Или ну разными Другими И они Там астрологии Например И они подтверждают Вот эти вот процессы Да Вот это да Кстати-кстати Тут нам пишут Любовь У меня в детстве было В отрочестве тоже Все вокруг думали Что я какая-то странная Теперь понимаю Да Я еще спрашиваю Какие еще книги Можно порекомендовать И я хотела сказать По поводу Вот этого вот перехода То есть Для меня информация О переходе О том Что планета Повышает вибрации Она как-то Логически Встраивается В мои личные ощущения Ну типа Что я здесь вообще делаю В чем В чем был мой интерес Это вопрос Который каждый Желательно Чтобы себе задал Да В чем был мой интерес Родить Как души Как вечно существующей Души В чем был мой интерес Воплотиться Именно здесь Именно вот В русскоязычном пространстве На этой территории В это время Что Что меня вообще здесь Привлекло Потому что Это никакое Не принуждение Это наше Абсолютно Искреннее Желание И мы хотели Здесь появиться И это не случайно Что мы здесь Что вот вы Зашли на наш эфир Это абсолютно Вот такая Синхронистичность И когда ты Задаешь себе Этот вопрос Ну что мне здесь нравится Что я хочу здесь делать Для чего я здесь Почему именно В этом теле У этих родителей На этой земле В это время Тебе начинают приходить Эти ответы Естественно От вселенной Вот И Мне кстати кажется Что Тот факт Что мы Большей частью Не знаем Не помним себя Как вечную душу Да Не помним свою Там небесную Звездную семью Это тоже часть игры Это тоже часть Интереса Чтобы Открывать себя Находить себя Это вот Как мне очень Классное Есть сравнение Это как В детстве Я очень любила Читать книги Очень любила Фантастику Там Романтические Романы Ну короче Много чего Я любила И когда Мне особенно Классная книга Попадалась Я когда Ее прочитала Я испытала Такие эмоции Что я Я думаю Я хочу Стереть себе Память Чтобы я забыла Про эту книгу И чтобы я Прочитала ее Снова И чтобы я Ощутила Эти эмоции И Ну это Я думаю Что не случайно Что мы Вот себя Потихонечку Постепенно Узнаем Потому что Это интересно Да Хочу сказать еще Лет Не знаю Семь назад Мне приходило То есть Периодически Я слышала Внутренний голос Мне приходило Что ты работник Света Ты работник Света Я тогда Впервые Услышала Это слово И думаю Что это Такой вообще Работник Света Откуда Она То есть Внутри Меня Кто-то Мне это Передавал Позже Конечно Я узнала Что такое Работник Света И многие Души Сейчас Пришли На землю Инопланетные Души Те Что Ну Не Погрязли Скажем В эго И не Застряли На земле Потому как На земле Застряли Некоторые Души Которые Давно Давно Пришли Сюда Заиграли Скажем Да В это Все И уже Забыли Кто Они А инопланетные Души Это те Которых Еще Есть Связь С источником Более Сильная Есть Знание Да Там О законах Вселенной О душе И сейчас Очень Очень Много Таких Душ Пришло И приходит На землю Это Вот У Долоры Скэннон Можете Читать Долоры Скэнон Три Волны Добровольцев И Новая Земля Она Пишет Три Волны Которые Были Первая Волна Я Не Помню По Годам Но Я Отношусь Как Там Поняла Ко Второй Волне Мой Возраст И Дальше То Сейчас Новые Дети Эти Кристаллические Радужные Всякие Уже Те Кто С Открытым Сознанием Приходит Сейчас Очень Много Почему Приходит Таких Душ Они Несут Вот Этот Чистый Свет Чистую Энергию Чистые Знания Которые В гармонии С Вселенной Например Твоя Душа Пришла Принесла Знания Упитания О Работе Со Своим Телом Моя Душа Пришла Чтобы Напомнить О ТО Кто Вы Раскрыть ЭТО Любовь Внутри Не Свет То есть Каждый Нас Пришел С Какой Такой Задачкой Под Интуитивно Через Чувствование Раз И ты Чувствуешь Что Открывается У тебя Что-то И ты Сначала Не понимаешь Что это Такое Вообще А потом Находишь Этому Подтверждение Спустя Время Вот Поэтому Сейчас Очень Много Таких Душ Которые Помогают В Переходе И Это Важно Потому Как Чем Больше Людей Повысит Свою Вибрацию Тем Легче И Земле Соответственно Будет Переходить Вместе С нами И Что Хотела Сказать Например У меня Тоже Были Такие Ощущения Знаете Последние Годы Когда Я Например Иду Такое ощущение Что Земля Как Бывает Пошатывается Прямо Из-под Ног Уходит Укрес Сдвиги Происходит В пространстве Как Будто Сдвиги Ощущается Как На другой Слой Ты Переходишь Такие Ощущения Потом Какие Симптомы Еще Перехода Это Жар В теле Очень Сильный Жар Может Бывало Какие-то Части Тела Горят В горло Очень Сильно Часто Горит Потому Что Чистится Карма Кармическое Тело Сердечный Центр Может Гореть А может Быть Даже Все Тело Как Огонь Такой Внутренний На Какие-то Моменты Зажигается То Тогда Включается Огненная Эдет Энергия И Она Чистит Тоже Наши Тонкие Поля Потом Также Внутренний Огонь Знаете Именно Не ощущается Как огонь Который Прямо Обжигает Это Такое Новое Чувство Я Называю Его Космический Огонь Он И Обжигающий Одновременно И Холодный И Горячий Соединение Потом Понижаться Может Температура Тела У Человека До 35 Примерно Градусов Может Понижаться То Ждет Понижение Температуры Тела Потом Знаете Бывают Ощущения Полной Потери Смысла Жизни Когда Ты Чувствуешь Зачем Ты Здесь Просто Теряешь Смысл К Жизни И Это Называется Такая Нулевая Точка То Нас Как будто Перезагружают Нашу Внутреннюю Систему Обнуляют Нас Подводят К этой Нулевой Точке Мы Как раз И Потеряли На Какой-то Момент День Например Может Длится Там Несколько Дней Вот Это Состояние Потом Ты Теряешь Интерес К тем Вещам Которые Ты Раньше Любил Что Ты Там Раньше Любил Куда-то Ходить Не знаю Тебе Не хочется Просто Этого Делать Раз Оно Отпадает Раз Появляются Новые Интересы Связанные Уже С чем-то Медитацией Йога То есть Новые Вот Такие Интересы У тебя Начинают Старые Отходить Люди Которые Были Раньше С тобой Вдруг Истязает Из Твоего Окружения Потому Что Ты Начинаешь Меняться Ты Преобразовываешься Ну Опять же Тянет Нас Больше В природе Другое У нас Питание Во Снах Также Кстати Очень Часто Идет Очищение В Астральном Теле Вам Могут Сниться Сны Опять же С Обидами Связанными С детства Может быть Какая-то Эмоция Злости Может быть Страхи Во снах Поднимаются То есть Периодами Волнами Вот такие Сны Когда Выходит Из тебя Какой-то Негатив Вдруг То есть Чистится Астральное Тело То есть Тоже Этого Не нужно Бояться Отпускать И отпускать Это То есть Сейчас Энергия Идет Волнами Вот Недавно Была Буквально Не знаю Неделя Две Назад Примерно Вот Эта Волна Прошла Очень Хороший Энергетический Всплеск Был Выброс Очень Сильно Так Выходило Все Но Главное Это Уметь Проживать С любовью Опять Повторюсь Чем Быстрее Вы Начнете На это Настраиваться Тем Легче Все Будет Происходить Нам Нина Пишет Есть ли у Вас Какие-то Медитации Которые Вы Посоветуете Для Развития Перехода Ну Опять же Медитация Это Соединение С душой Чувствовать Свою Душу Да Разговаривать С ней Настраивать Контакт С высшим Я Как мы Сказали Это Менять Свои Мысли В повседневной В повседневной Реальности То есть Это Не только В медитации Поймите Происходит В медитации Да Мы можем Помочь Себе Чтобы Настроиться На свою Душу Чувствовать Но в жизни Очень важно Именно в жизни Меняться Мысли Свои Менять Эмоции Реакции Питание То о чем Мы говорили То есть Это вот Прямо Во всей жизни Такая работа Идет И медитация Конечно Тоже Нужна И важна Это как Помощь Дополнительная Для нас Слушай Ну вот В контексте Того Как себе Помочь Я бы сказала Конечно Там И медитации И питание И там Концентрироваться На хорошем Но мне еще Естественно Для опознания Себя Очень Помогли Твои Сеансы Регрессии То есть Погружение В себя Именно Благодаря ним Я Сейчас Значительно Более Смело Ну как У меня был запрос По поводу Предназначения Да Хотя До этого Я тоже Там Что-то Что-то Я чувствовала Это не было Для меня Каким-то Знаешь Белым Листом Когда я начала Сама себе Задавать эти вопросы Что я здесь делаю Вот Но Вот это вот Погружение В себя В сеансе Регрессии Мне Это Соединение Со своей Вот этой Вот Тонко Вибрационной Высоковибрационной Душой И у меня Получилось Так Что Вот эти Вот Скажем так Здесь на земле Всякие Элементы Поп-культуры Там Музыка Фильмы Герои книжные Герои Кинематографа Они Со мной Разговаривают Вот Они Ну Дают Есть Какие-то Сюжеты Которые Мне Очень Мне Очень Нравятся Меня Очень Впечатляют С детства Например Там Звёздные Войны Например Гарри Поттер Что Я понимаю Что это Мне Очень Близко И Когда мы С тобой Были В сеансе Мне прям Приходили Целые Вот эти Сюжеты Там Вот эта Вот магия И я тебе Говорила Что Я могу Ну Вот Когда я лежала У меня было Такое ощущение Что Моё тело Настолько энергетически Заряжено И я тебе Тогда ещё сказала Что мне не нужна Ну Как в Гарри Поттере Палочка Да Чтобы Вот Делать Какие-то Энергетические Посылы И недавно Мне кстати Снился сон Что Я Ну Скажем так Была Вот в этом Гарри Поттеровском Сюжете И я Колдовала Я вначале Как-то Перепугалась Что я без Палочки Вот И я начала Произносить Эти заклинания Вот И оно Получалось Получалось Без палочки Ну как бы Воздействовать На окружающую Действительность И это очень интересно И в контексте этого Ну то есть У нас с тобой был Сеанс Получается Личный Но ты же И проводишь Вот эти вот Ну коллективные Да Вебинары Когда ты Когда ты Даешь Вот эту вот Медитацию Проводишь Людей И они Получается Ну соединяются Со своей душой И Им идут Ну скажем так Подсказки Да Да Кстати Я скоро буду Проводить В субботу В эту 14 августа Будет вебинар Погружение в Прошлую жизнь Жизнь Между жизнью Где мы будем Вспоминать Одну из Жизней Которая Больше всего Влияет на Нынешнее Воплощение И мы будем Переходить В пространство Души То есть Туда Где мы Есть энергия Вне тела И там Мы будем Настраиваться На свою душу Чувствовать Свою душу Какая она Потому что Душа Имеет свой характер Так же Как и характер Нашей личности Душа Имеет свой цвет Свою вибрацию И мы будем Чувствовать Какая же Ваша душа Какой ее цвет Что она излучает Какая вибрация Ваша духовная семья Родственной энергии И будем узнавать Для чего же Вы пришли На землю С какой задачей Какой миссии Какой урок Для чего пришли В эту семью И так далее Да То есть Вы можете Присоединиться Информация По-моему У меня есть В аккаунте В сторис моем Присоединяйтесь Уже в эту субботу Коллективно Групповая Медитация По доступной Очень цене Это как Попробовать Для вас Будет Да Если не Вот Мне Получается Мы с тобой Вот Проводим эфиры Где-то примерно С марта И уже С этого Времени Мне Постоянно Пишут Что Юля Спасибо Что вот Открыла Для меня Такого Замечательного Спикера Артрея И Очень много Таких сообщений Но даже Для меня Было Супер Необычно Что получается Одна из Постоянных Участниц Нашего Марафона Ну С которым Мы тоже На марафонах То есть Мы Общаемся Очень тесно И она Когда ты проводила Прямой эфир Я потом На Ютубе Это услышала Она попросила Добавиться В твой эфир Да И для меня Это было Настолько Необычно Потому что Мы с ней Еще в зуме Общались Вот И Да Она Она получается Прошла По-моему Даже в записи Да Вот эту Медитацию Погружение Да И Она начала Рассказывать Вот этот Про свой опыт Какую Историю Она увидела Вот И это было Настолько Необычно Настолько Интересно И вот Такую Вот Знаешь Волну Скажем так Мы создали И Да Вообще Очень 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 круто И очень Было Необычно Мне это Слушать Да И вот Что хочу Сказать Получается Да Во время Этого Перехода Спадают Наши Вот эти Маски Нашей Эго Личности Как Вот Мы Личности Мы Что-то Из себя Там Строим Показываем Да А как Будто Ты В какой-то Момент Общаясь С человеком У меня Это уже Происходит Я чувствую Его душу Я чувствую Как Его душа Чувствую Его энергетику За его личность За вот этой Маской Которая Да Еще Присутствует И получается Вот эти маски Они наши будут спадать И проявляться Наша будет Истинная энергия Наши истинные Качества Души Ну Я бы сказала Что сейчас Они Скажем так Если Проявляются То Ну По крайней мере Ладно Да У меня То В каких-то Ну Вот этот Энтузиазм Эта Бодрость Это то Что мы с тобой Тоже В этом сеансе В регрессии Я себя Ощутила Но сейчас Проявляются Ну Скажем так Фрагментарно То есть Я далеко Не всегда Мягко говоря Нахожусь В этом состоянии Просто Наши Ну Там Зрители Участники Кто меня видит На ютубе Кто меня видит В сторис Просто вы Должны понимать Что в сторис И вот Ну скажем так Я выхожу В хорошем настроении Когда у меня Все хорошо Потому что Мне нужно выходить И естественно Что-то отдавать Да Ну делиться Вот Когда у меня Такое настроение Когда я себя Там не очень чувствую Когда у меня Так вот этот Эмоциональный спад Я не Не выхожу В сторис Поэтому Может создаться Такая иллюзия Что Ну там То есть Все время Все время Сейчас Я Или там Жанна Находимся В таком состоянии Но нет Сейчас вот Как раз Действительно Этот переходный Этап Когда таких Позитивных Состояний Больше Вот я По себе Чувствую Он у меня Качает На этих Эмоциональных Качелях То есть Я Я этого Не люблю Кстати Я люблю Больше Знаешь Такое Ровное Спокойное И сейчас Когда Качает То есть Бывает Дни Когда Просто Я не знаю Там Хочется Всю Весь день В кровати Пролежать Да Бывает Дни Когда Вот такой Вот Энтузиазм И подъем Бывает Дни Когда Ты думаешь Что Боже Все пропало Нет Никакой Надежды Что Я здесь Делаю Типа Пора Пора Знаешь Когда Ты уже Это проходишь Много лет Вот Эти состояния Я уже Осознанно Прохожу Лет пять Я уже Знаешь Закаленная Такая Когда Ты это Уже Проходишь Много лет Но Ты уже Умеешь Как бы Себя Перенастроить Вот Ну В крайнем Случай Ложишься Спать И Восьми Там И Работа Ты потом Больше И больше В себе Как это Сила Открываешь С каждым Разом И уже Тебе Легче Это Все Проживать Быстрее То есть Если Раньше Требовалось Часы Дни Когда Ты Злился Обижался То Потом Оно Будет Сокращаться Да Там Пятнадцати Минут Десяти Пяти То есть Оно Быстро Как Вспышка Знаете Как Чайник Вскипел Оно На высокую Вибрацию На любовь То есть Делайте В течение Дня То Что Дает Вам Радость То есть Если Вы будете Делать То Что Дает Вам Радость Там Не знаю Что Тебе Например Дает Радость Расскажи Это Кстати Это Очень Хороший Вопрос Который Нужно Просто Буквально Записывать У Меня Знаешь Такой Вот К этому Ключик Что Я Всегда Обращаюсь Когда Я Осознаю Что Что У меня Эмоциональное Дно Я Понимаю Что Мне Нужно Из него Выходить И Я Тогда Обращаюсь Скажем Так К Лучшим Достижениям Человечества То есть Для Меня Это Книги Фильмы Музыка То Что Меня Питает Вот Те Сюжеты Которые Выстраивают Меня На Позитивный Лад Например Я могу Перечитывать Гарри Поттера 158 Восьмой Раз Вот Могу Слушать Мою Любимую Музыку Там Вот Очень Такой Энергетически Заряженный Мне нравится Такой Глэм-рок Из Восьмидесятых Там Что-то Типа Бонжови Там Такого Плана Потом Мне Нравится Серия У Лукьяненко Писателя Фантаста Называется Книги Линия Грёз Император Иллюзий И тени Снов Я прям Обожаю Этот цикл Я очень Хочу Кстати Чтобы Его Экранизировали Потому Что Это Потрясающая История Фантастическая Но Я прям Очень Мне нравится Там Фильмы Смотреть Не знаю Могу Там Какие-то Унесённые Ветром Посмотреть Скарлетт О'Хара Вообще Потрясающий Фильм Очень Очень Мне он Нравится Или Допустим Могу По Пятисотый Раз Пересмотреть Дневники Вампир Вот Сериал Который Мне очень Нравится Ну Много Чего То есть Для меня Это Обращение К Сериал Друзья Могу Посмотреть К Лучшему Опыту Человечества То что Вселяет Позитив То что Вселяет Надежду Это вот Подключение К этой Энергии Ну Я бы Сказала Да Может быть Я могла бы Сказать Что там Выйти на Природу Там Искупаться Где-то Там В речке В море Но Как-то Я Ну Здесь Где я Живу В этой Местности Такого Не сильно Много Хотелось Бы Переехать В какое-то Более Такое Классное Место Ну И здесь Тоже Поэтому Для меня Вот этот Доступный Способ И да То что Ты сказала Кстати Ребят Кто нас Смотрит В прямом Эфире Напишите Пожалуйста Что Вас Тоже Вот В моменты Эмоционального Дна Вот просто Подскажите Друг другу У меня там Такой-то Да Вариант Подскажите Вот друг другу И нам Тоже Что Вас Выводит Из этого Негативного Состояния Из эмоционального Дна И кстати Я хотела Еще сказать Я тут Делала Пометки Что Ни в коем Случа Нельзя Сидеть И ждать Когда Вот Наступит Этот Переход Это Меня Вот эта Вот тема Меня очень Очень Научила Даже тема Вот с Переездом Что Я Стараюсь Всегда Себя Возвращать К того Что Что Здесь И сейчас Я могу Из То Где я Нахожусь И то Что у меня Есть Что я могу Из этого Здесь и сейчас Извечь Позитивного Я себя В это Всегда Возвращаю То есть Ладно Там Да Переход Он постепенно Уже начался Но нужно Прям Здесь и сейчас Находить Позитив Возвращать Себя В хорошее Состояние Потому что Были В марте Вот эти Социальные События Которые Меня тоже Очень Тревожили И я думаю Ну когда Уже Когда Когда Наступят Какие-то Изменения Вот Политическое Социальное Вот И Это Это Очень Тяжело Это Очень Низко Вибрационно И мы Тогда Пошли На Новую Йогу К Новому Инструктору Женщина Преподаватель Вот И она Меня Слава Богу Она Меня Вывела Из этого Состояния Она Об этом Вообще Ничего Не знала Но я Видела Что Там В моих Мозгах Вокруг Происходит Какой-то Хаос И полнейший Негатив И зло И я В этом Варюсь А она Видимо Вообще Отключена От этого То есть На своей волне И она За вот эти Полтора часа Она Меня Очень Просто Своей практикой Йоги У нас Было Индивидуальное Занятие Она Там Прям Сильно За мной Следила Чтобы я Везде Дотягивала Там Дышала Вот И мне Приходилось Очень Пришлось Очень На этом Сконцентрироваться Вот Именно На теле На дыхании Что я Правильно Неправильно Делаю И Она Мне Очень Помогла Тогда И Спасибо Ей Огромное Вот Вернуться В состояние Здесь И сейчас И даже В этом Скажем так В моей голове Хаосе Находиться Ну Возвращать себя В позитивное Состояние Вот так Вот Мне Тогда Очень Йога Помогла Да Вам нужно Прочувствовать То есть То что Вас Приводит К радости Петь Песни Например Рисовать Танцевать Не знаю Писать Стихи Слушать Мантры Йога Вот Побольше Делайте В течение Дня Простите То что Наполняет То что Вас Радует Еще Хочу А что Я сказала Что Меня Радует Что Что Тебя Прям Да Очень Сильно Радует Меня Радует Очень Сильно Значит Мантры Я очень Люблю музыку Когда Я слушаю Петь Сразу У меня Раскрывается Сердечная Чакра Сразу Такой Полет И столько Любви Я даже Бывает Мы в машине Там Едем Включаю Музыку Начинаю Петь Все Сердечная Чакра Вибрирует Чувствую Чувствую Любовь Сижу И плачу От Этой Любви Что Столько Ее Много И хочется Ей Делиться У меня Практически Постоянно Состояние А потом Включаю Мантры Даже Слушаю Сеансы Которые Я провожу Я их Каждый День Провожу И они Меня Выводят Состояние Любви Однозначно Когда Я пишу Какие-то Тексты Публикации Послания Души Много Очень Всего На самом Деле На данный Момент Того Что Выводит В это Состояние Потанцевать Даже Попрыгать Когда Хочется Себя Немножко Растрясти Когда Ты застрял Если Где-то Вы Просто Попрыгайте Потанцуйте Как Ребенок Сразу Эмоция Другая У вас Появится Какую-то Заботу О теле Даже Просто Ванну Солью Принять Уже Такая Радость И любовь К своему Телу Возникает У меня Также Доброе Кому-то Что-то Сделать Да Вот Кота Доброе Слово Даже Просто Кому-то Написать Уже Сразу Открывается Энергия Любви Благодарность Если Вы начнете Благодарю Там Господи Благодарю За За то Что я Живу За то Что Душу Хожу Благодарность Очень Сильно Помогает И мне То есть Я тоже Я Конечно Я Постоянная Часть Своей Жизни Но Что бы Я Не Делала Я Очень Часто В этих Именно Как Сказать Мыслях Эмоциях Что Еще Знаешь Хотела Добавить То Еще Мы Начнем Да И уже Начали Чувствовать Свои Чакры Например Так Как Это Тонкое Эфирное Тело А Раз Вот Эта Завеса Спадает Между Тонким И Материальным Миром Мы Чувствуем Своё Эфирное Тело Уже В Эфирном Теле Располагаются Наши Чакры Кто-то Может быть Чувствует Уже Я Больше Всего Всегда Это Коронная Чакра Чувствую Сердечное Однозначно Ну И Периодически Другие В руках Начинаешь Чувствовать Энергию Стала Чувствовать Как Жар В Ладошках И Через Ступни Ног Стала Ощущать Как Течет Энергия По Ногам Я Прям Однажды Лежала В Медитации И Знаете Получается Наше Эфирное Тело Пронизывают Как Знаете Вот Кровеносные Сосуды Получается В физическом Теле Также И В Эфирном Теле Вот Эти Как Сосуды Энергетические Каналы Пронизывают Все Наше Эфирное Тело И Я Лежу Прям И Чувствую Как По Ноге Правой Течет Энергия Происходит Такое Ощущение Было Прям Замыкание Какого-то Покалывания Такого В ноге То есть Чувствуешь Как Ток А Эфирное Тело Это Ток Это Электрическое Тело Чувствуешь Прям Как Ток По Твоему Телу Течет И Вибрирует Эфирное Тело Много Раз Во сне Ощущала Просыпалась И Прям Чувствовала Как Все Эфирное Тело Оно Похоже На Физическое Вот Так Скажем Если Обвести Физическое Тело Эфирное Будет Оно Вибрирует Очень Сильно То есть Чувствуешь Как Энергия Начинает Жизненно Через Тебя Протекает Раньше Разве Было Такое 20 лет Назад Вспомните Жизнь Вы Увидите Огромные Изменения Оглянувшись Там 15-20 Лет Назад И Что Происходит Сейчас Уже За Такой Короткий Период Времени Столько Людей В этой Теме Да Столько Всего Появляется Для Того Чтобы Улучшить Нашу Жизнь Да Даже Косметика Полезная Появляется Все Наблюдаю Во всех Сферах Уже Школы Онлайн Появляются Да То есть Видите Уже Эти Изменения Происходят Сады Появляются Уже С другим Подходом У меня Знакомая Которая На сеансе Была В Москве И Она Рассказывала Сама Что Садик Создала В котором Практикуют Новые Методы Какие То Развитие Детей Ну И Уже Как Деткам Новую Информацию Там Рассказывают То есть Это Уже По чуть-чуть Оно Будет Просто Все Больше И Больше И Оно Коснется Каждой Сферы И Образовательной И Религиозной Видите Мы Уже Изменили Мнение Немножко Орелигии Но Нас К Огромному Да Как Скажем Вселенскому Знанию О Боге Об источнике Как Не просто О Человеке Боге Да А что Это Есть Все Бог Это Есть Все Что Мы Видим То есть Религии Меняются Будут Меняться Я знаю И Финансовые Все Эти Структуры То есть Везде Будут Происходить Я Так Хотела У себя Спросить Вот По поводу Финансов Да Очень Это Ну Скажем Так Трехмерная Очень Тяжелая Низковибрационная Система Хотела Себя Спросить Да И вот Люди Прям У нас Такая Тема Вот эта Тема Здоровья И мы То есть Для меня Это очень Важный Приоритет Там Ну Можно Сказать Там Номер Один Да Потому что Ну Не будет Здорового Тела Ты не сможешь Наслаждаться Этой Жизнью То есть Тебя Будет Все Время Что-то Беспокоить Но Мы Заметили Что Люди Готовы Больше Всего Чаще Всего Сейчас Обменять Здоровье На Деньги Вот А потом Деньгами Типа Купить Здоровье Ну Это Конечно Очень Нездоровая Тема И вот Вопрос Действительно Как Будет Меняться Финансовая Система И вот Энерго Обмен Между Людьми Как Каким Способом Он Будет Скажем Так Более Равноценный И Более Справедливый Гармоничный И более Здоровый Мне так Чувствуется Что Как раньше Это было Были времена Когда Помните Люди Обменивались Своими Продуктами Товарами Которые У них Есть Кто-то Шил Платки Кто-то Что-то Вязал У кого Картошка У кого Яблоки То есть Каждой Своими Способностями Тем Что В нем Обменивались Вот И у меня Такое Есть Ощущение Что Будут Создаваться Вот Эти Новые Общества Как Типа Сейчас Поселение И Люди Будут Уже Обмениваться Тем Что Друг У друга Есть У меня Такое Чувство Что Мы К этому Придем Все Таки И Я хотела Сказать Что Эту Фир Мы Создали Для Того Чтобы Показать Вам Что Эти Состояния Нормальные Которые Эмоции Сны Может быть Какие-то Непонятные Потом Бывает Знаете Такое Состояние У меня Не знаю Как у кого Было Нет У меня Часто Последнее Время Бывает Что Мы На Реальность Смотрим Через Призму Своей Личности Эго А у Меня Сейчас Такое Бывает Что У меня Как будто Смещается Фокус Точка Как Сборки И Я Смотрю Как будто Из Большего Какого-то Своего Я Из Другой Какой-то Части Я Смотрю На Мир И Как будто Я Начинаю Осознавать Другие Жизни Вот Прям Вот Здесь Одновременно Я Начинаю Осознавать Другие Измерения Чувствовать Эти Состояния Они На Грани Шизофрении Когда Расширяется Сознание И Люди У которых Шизофрения На самом Деле Это Не Болезнь Это Просто У Люди Вот Это Тонкое И Многомерное Восприятие Они С ним Не Справились Они Не Смогли С ним Адаптироваться И У них Ну Это В Минус Пошло Понимаете А С нами Сейчас Плавно Работают Высшие Энергии По Чуть Расширяя Наше Сознание Чтобы Вот Не Было Вот Этого Сдвига Как Жизофрения Потому Что Такие Состояния Когда Ты Начинаешь Осознавать Себя Питать В книге Это Не Услышать Это Вот Реально Как Ты Осознаешь Своё Физическое Тело Точно Так же Я Порой Осознаю Какое-то Своё Огромное Тело И Вот Эти Все Измерения Одновременно И Что Нет Времени Прям Такие Чёткие Состояния И Они На Грани И Я Порой Нахожусь В таком Состоянии Думаю Как Будто Это Сон Ну Это И Есть Конечно Сон Бог Видит Сон Погружён В себя И Следует Себя Это Такие Есть Но У меня Такие Состояния Знаете Я Спрашиваю Себя Мне Снится Что Это Прям Осознаю Вот Эту Реальность Сейчас Как Сон Которая Конечно И Есть Сон Вообще Такие Странные Состояния Бывают И Они Нормальные То Не Нужно Пугаться Тому Что Вы Начинаете Что-то Чувствовать Чувствовать Энергии В пространстве Начнёте Видеть Эти Энергии Просто Помните О том Что Открываются Ваши Способности Что Вот Эта Грань Между Тонким Материальным Миром Она Всё Тоньше Тоньше И Тоньше Становится Вот И Просто Верьте Что С вами Происходит Только То К чему Вы Готовы То Что Вас Заботятся И Вас Ведут Это Сто Процент Но В тему Таких Состояний Я бы Сказала Что У меня Было Такое Состояние Это В нашем С тобой Сеансе Что В первом Что Во втором Я чувствовала Себя Таким Заряженным Энергосуществом Что Я там Могла Там Не знаю Какие-то Масштабные Вещи Делать И Прям У меня Я уже На прошлых Эфирах Говорила Что У меня Было Такое Ощущение Что Ну И Вот Сейчас Есть Что У меня В руках Какие-то Вот Такие Световые Шарики И Что Я Вот Так Вот Их В Небо Закидываю Ну Как Сигнальные Не знаю Ракеты И Они Какими-то Такими Фейерверками Расходятся И Я Таким Образом Сообщаю Как Короче Какой-то Знак Делаю Людям Что Вот Я Здесь Ну В общем И Это И вот Это Ощущение Оно Очень Классное А Кстати Еще По поводу Того Что Ты говорила По поводу Ноги У меня Было Такое Ну Скажем Так На Внутреннем Экране Когда Вот Мама В прошлом Году Лежала В больнице Как раз В это же Время Вот У нее Была Операция И Мне Вот Такое Вот Я Получается На нее Проецировала Вот это Видение Но не Видение В общем Что Какие-то Такие Существа Световые Она Вот Там Где ее Кровать Там Стоит В этой Больнице И что На самом деле Она не лежит На кровати А Вокруг Нее Такая Вот Световая Капсула Она Лежит В этой Капсуле Знаешь И Она такая Как синим Светом Подсвечена И Рядом С ней Вот эти Вот существа Ну Световые И они Как бы сказать Выравнивают Гармонизируют Вот Какими-то Такими Действительно Струнами Гармонизируют Ее Тело Ну Не только Тело Но Скажем так Ну И Вот эти Вот Энергетические Тела Вот И Прям У меня Было Такое Ощущение Что Они Прям Знаешь Как-то Вот Делают Вот Эту Структуру Ну Вот Как Подшивают Ее Что Ну Что-то В таком Духе Это Очень Такое Интересное Видение Но Я его Использовала Так Ну Как бы Для Исцеления Ее Вот Я не знаю Насколько Это Эффективно Получилось Но Это Прям Видение Было Очень Мощное Очень Интересно Если Оно Было Мощное Если Ты Чувствовала Заряд В этом Да То Однозначно Конечно Это Работало Да Если Ты Верила Что Это Работает Да Нет Я Тогда Я Не знаю У меня Включились Какие-то Знаешь Такой Критической Ситуации У меня Включились Какие-то Такое Впечатление Что Вот Такой Вот Этот Опыт Который Я Накопила Именно Эзотерическо Энергетический Прослушивание Тех Вебинаров Там Рейки Разные Я Не знаю Туда Использовала Все Что Я знаю У меня Такой Прям Включился Поток Хотя Это Было Тяжело В таком Состоянии Невозможно Постоянно Находиться Я рада Что Это Закончилось Вот Она Выздоровела Вот Ну В процессе Выздоровления Скажем так Но Я прям Не знаю Все Что могла Все Что знала Использовала Еще Знаешь Захотелось Такую Практику Небольшую Дать Прям Вот Чувствовать Внимание Переводить Сердечный Центр Ну И чувствовать Такой Может быть Шар света Внутри себя И вот Прям Чувствовать Как вот Расширяется Вот Вы расширяете Как будто Этот шар Как шарик Надувается Как будто Вы расширяетесь Расширяетесь И вот До каких Пределов Вам комфортно Расширяете Себя Из сердца Из центра Крупноклетки Или как Солнышко Визуализируете Или просто Как шарик Света Внутри И вот Как бы Свои мысли Вот что Расширяете Вы его Да И себе Говорите Я раскрываю Своё сердце Я раскрываю Своему Внутреннему Свету Я раскрываю Энергии Своей души Я любовь Я свет Вот эти слова Они будут Помогать Раскрытию Сердечного Центра А сердечный Центр Это всё Это связь Со всем Мирозданием Это огромный Портал Соединения С Вселенной Мирозданием Нашими Тонкими Другими Телами И душой То есть Это всё Как бы Центр всего Поэтому Раскрывайте Расширяйте Вот эту Свою Сферу Насколько Вам комфортно Можете На всю Землю И за её Пределы Как почувствуете Сейчас Секундочку Я Нормлю Себя В комнате Свет Включу А то У меня Уже Потемнело А тут Кстати Фаина Пишет Что Я проходила Такую Медитацию Сильвии Бруно Это имеется Ввиду Твоя Медитация Погружение В регрессию С удовольствием Пройду С вами Ведь всё Течёт Всё Меняется Добро Пожаловать Конечно Записаться Можно У Артреи В её Аккаунте Там по-моему В Топлинке 14 августа 14 августа У нас будет Ещё раз Вебинар Погружение В прошлую Жизнь Жизни Между Жизнями Это не для того Чтобы только Посмотреть Жизни Для меня Главное Как раз В этом Бринаре Соединить С душой Человека Почувствовать Его душу Расшириться Я смотрю Что нам Пишут В комментариях Юля Расскажите Кем вы были В регрессии Ну в регрессии Как я уже говорила Что у меня не было Какого-то сюжета Соединения Я почувствовала Я почувствовала Я почувствовала Кто я Вот Именно Как энергетическое Существо Так Расширировала И я Хочу сказать Что вот Тогда И в конце Наверное 2014 2015 Года Я ловила Прям Самые Высоковибрационные Состояния О которых Ты сейчас Говоришь Я не могу Сказать Что Разве что Только в сеансе Регрессии У меня было Такое состояние То есть я Даже Могу сказать Что Что я Я в регрессии Вот во второй Я возвращалась К этому состоянию Но я не могу Сказать Что именно Я надеюсь Что это будет Но вот такие Вот прям Супер состояния Высоковибрационные Вот этой вот Любви Радости Какое-то Ощущение Магического Пространства Ощущение Что вот Сейчас Во вселенной Что-то меняется У меня было Ну сейчас есть Но тогда Это было Мощнее Я бы сказала Да Ну вот У меня именно так Но если оно Хоть один раз Вы это почувствовали Состояние любви Безусловной Единства То есть оно Будет все больше И больше Однозначно Если хоть раз Вот на секунду Вы это ощутили Значит все Портал Этот лучик Внутри вас Уже открылся И он будет Все больше И больше Становиться В этом Не сомневайтесь Сто процентов Да По поводу Очищения Я хотела сказать Именно физического Тела Мы заметили Вот у нашей Деятельности Вот такой Что у людей Очень Сильный запрос Именно на очищение На вот какие-то Очистительные Программы Там Естественно Там Без какой-то Тяжелой еды Но прям Больше запрос На чистку На какой-то там Детокс На соках Я не знаю Антипаразитарное Там Антикандидное Вот Просто чистка 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 И заметили По Нашим меню Что Людям Меньше уже Хочется есть Даже на наших Ну таких Легких Очистительных Марафонах Меньше хочется Есть Какие-то Какую-то тяжелую Пищу Там Типа Много фруктов Ну фрукты Это не тяжелая пища Но я имею ввиду Что Вот Изменились Вот эти вот Пищевые Предпочтения В более Легкую Сторону И это тоже Очень интересно Так И А Ну ладно Я тут И еще Я походу Когда-то рассказывала Вспоминала Тоже какие-то Свои По поводу Хотела сказать Открытия Сверхспособностей Это Не случайно Что Ну в нашем Физическом мире Существует Такая Очень большая Поп-культура Супергероев Сверхъестественных Возможностей Там вот это Вот все Колдовство Магия Вот это Марвел Все вот эти Вот супергерои Это Не просто так Мы Нам нравится Смотреть Эти сюжеты Ну вообще Людям Это Это очень Популярно Это Не просто так Потому что Мы знаем Как-то на каком-то Глубинном Духовном Подсознательном Уровне Что Мы можем Пользоваться Что Что эти Способности Это не супер Какие-то Способности А что это Ну Есть у нас По умолчанию Но Здесь Сейчас Такая вот Основная матрица Что Нам это Недоступно Сейчас Ну Я имею ввиду Большинство Я уверена Что сейчас Есть Существа Там И даже Люди На планете Которые Могут Это Делать Там Всякие Телепорты Магические Шары И так Далее Но Не зря Люди Так Хотят На это Смотреть Вот Потому что Эта информация Она Есть У нас Внутри Не зря Появились Такие Фильмы Вообще Изначально Да Звёздные Войны И всё Остальное То есть оно Неспроста И этот же Аватар И многие другие То есть Понимаете Да Что Нам хотят Донести Через Это Пишут Фантастический Фильм Фантастический Но на самом На самом Деле Нет Всё То Что Описано И Показано Это Существует Это Документалки Да Так Я смотрю На Наш Чат У нас Тут Очень Очень Много Сообщений Так Может быть Тебе Какое-то Сообщение От любви Это Высокие Вибрации Конечно Это Самые Высокие Вибрации Когда Сердечная Чакра Раскрывается Я вот Рассказывала Что я Когда Музыку Мы слушаем Там В машине Едем Пою Я Чувствую Просто У меня Слезы Льются Я Плачу Я Сижу От Радости От Любви То Это Конечно Ж Это Сердце Раскрылось Через Сердце Как Портал Льется Свет Льется Любовь Очень Высокие Состояния Конечно Какие Высокие Состояния Это Радость Это Любовь Это Благодарность Да Все Эти Позитивные Состояния Это Высокие Состояния Соответственно Но Даже В Низкочастотных Состояниях Как Злость Гнев В них Тоже Есть Любовь То Есть Как В них Тоже Есть Зернышко Любви Да Но Эмоции Это Вибрации Скажем Вибрации Как Вот Ноты Я Сравниваю С нотами Дора Митва Саласи То Есть От Нижней Ноты До Высокой Ноты Мы Можем Перенастраивать Эти Вибрации А вот Любовь В чате Пишет Что Это Тема Что Вас Наполняет Что Вас Вытаскивает Из этого Эмоционального Дна И вот Любовь Пишет Что Я Пересматриваю Эфиры Жанны Наполняюсь Благостью Иду На Природу Ага Да Да Я Тоже Хочу Сказать Что У меня Есть На У меня Есть Отдельный Телефон Где Вот У меня Скачаны Эфиры Медитации То есть Там Нет Мессенджеров Нет Ничего Такого И я Это Слушаю Перед Сном Жанну Постоянно Слушаю Жанна Такая Энергетика Очень Позитивная Очень Умиротворяющая Какие-то Позитивные Новости Позитивные Мысли И Мне Тоже Очень Помогает Это Перед Сном Слушать И я Просто Замечательно Засыпаю Настраивайтесь На того Кто Чувствуете Несет Позитивную Вибрацию Потому что Сейчас Очень много Духовных Людей Которые Занимаются Духовными Практиками Но Могу Сказать Вот И в книге Читала Радханатха Свами Для меня Как-то Было Небольшим Открытием Он Путешествовал По Индии И Знакомился С разными Йогами Которые Обладали Удивительными Способностями И Он Говорил Что Как оказалось Не все Несли И содержали В себе Эту Любовь В многих Все равно Проявлялась Эго Жадность То есть Просто Чувствуйте Слушая Кого-то Что вы ощущаете Чувствуете Либо Благостной Энергией Расширяет Либо С этот Человек Если Вы Чувствуете Что После Того Человека Вам Плохо Да Как-то Вот Оно Сдавливает Вас В Грузь Какую-то Вводит Или Захламляет Вашу Голову То есть Тогда Не стоит Это Слушать Я Сразу Чувствую Энергию Человека Вот Включаю Любое Видео Буквально Пару Минут Я Сразу Чувствую Какая Вибрация Я Прям Чувствую Недавно Кстати Включала Одно Видео Там Было Интересное Название Произмерения Я Люблю Все Такое Я Начала Слушать Очаг Духовный Там Эзотерикой 20 лет Или 30 Занимается Но Я Начала Слушать Минут 30 Прослушала Но Прям Потом После Этого Его Видео Прям Почувствовала Мне Очень Плохо Стало Прям Плохо У меня Прям Тут Все Разболелось Внутри Для Меня Ну И Та Информация Которую Говорила Она Была Вот Как-то Построена Знаете На Дуальности На Разделении Хотя Там Были Проблески Истины И Сразу Чувствую Просто Состояние И Потом Прям Я Долго Отходила От Этих Энергии Потребовалось Несколько Часов Восстановиться На Других Тех Кто Несет Любовь Несет Позитив Истина В Любви То есть Истина В Единстве И ключ К Переходу Высокие Измерения Это Любовь Любая Информация Которая Говорит О Разделении И Это Значит Она Имеет Искажение Все Что Ведет К Единство Все Что Ведет К Любви И Истина Любви Безусловно Безграничной Любви Так Южанина Нам пишет Девушки Как только Вас вижу Особенно В тандеме Сразу На душе Радость Тепло И любовь Обнимаю Люблю Благодарю Вас Всех Кто Сейчас Любви Наверное Спасибо Вам Большое И много Таких Словообщений А в эфире Пишет Обожаю Слушать Ошу Мне нравится Слушать Муджи Кто знает Муджи Я прям Чувствую Такая Энергетика У него Очень Хорошая Позитивная Чувствуется Такая Любовь Даже Просто В глаза Человеку Посмотришь И вот Просто Сердце Распускается Как Цветок В тему Хорошо В тему Воздействующей И негативно Воздействующей Информации От блогеров Эзотериков Я вот тоже Недавно От одной Женщины Отписалась Она мне В свое время Очень помогла Я даже Использовала Вот эти Вот практики Ну вот Когда Ездила К себе На родину Вот Когда мама Болела Я там Мысленно Всем этим Людям Которые Врачи Там Медсестры Не знаю Соседи По дому Там Газовщики Приезжали Я Вот такая Техника Классная Внутренне Я вот Представляю себе Этого человека И думаю Вот что он хочет Получить От жизни Вот допустим Я вот этого Газовщика Который приходил Эту трубу Ремонтировать Я как-то Представила Знаешь Что он хочет Машину И я вот Представила Такую сцену Да Что ему Какая-то Новая Классная Машина Там Ему Подарили И он Радуется Там Этих Медсестер Представляла С цветами В домашнем Уюте С детьми Ну знаешь Кому Какое Вот ощущение Шло И Мне эта техника Прям очень Помогла Что когда От человека Ну ты с каким-то Человеком Сталкиваешься И нужно Чтобы Ну как бы Хороший с ним Контакт Наладить Вот Я очень Представляла Что Или я там Дарю цветы Или я там Дарю подарки Или ему Дарят подарки Ну в общем С каждым Человеком По-разному Получалось Но в итоге Очень-очень Полезная техника И к чему Я сказала Что вот эта Женщина Эзотерик Которая Мне в свое Время Через свои Эфиры Она подсказала Такую технику За что Ей огромная Благодарность Мне реально Она помогла И помогает Сейчас Сейчас я вижу Что она Пошла Вот в такую Негативную Степь Вот в связи С этой С этими Уколами И так далее И так далее С этими С темными Там она Вот как раз Когда я от нее Отписалась Слушала эфир Что там Осенью Нас ждут Там большие Перемены Что типа Интернет Выключат Выключат Электричество Там запасайтесь Свечками Запасайтесь Там наличкой И я подумала Что если я Сейчас Куплю Свечки То они Мне сто процентов Понадобятся Вот Поэтому Я Ну я Я увидела Что это Что вот эта Негативная Информация Она перешла Вот ну как-то Ну не знаю Тоже может быть На страхах Негативные силы Но опять же Нельзя разделять Я не хочу разделять Негатив Но другие силы Есть Которые на страхе Людей держат Такое есть Ну вот Кстати В книге Друнала Мельхиседека Написано Про переход Мол Не нужно Запасаться Продуктами Там У себе Бомбоубежище Строить Он как раз Об этом пишет Что это Не поможет Ничего То есть Что вам поможет Это вот то Чего мы говорили Это Менять свои мысли Эмоции Настраиваться На любовь Вот это Только поможет Настраиваться Мне снился сон И в этом сне В космосе В космосе Я лечу Что Моя задача На этом земле Миссия Ну как и многих Других Наверняка Это как раз Вот перевести Других Да В любовь Поднять Вибрации Других людей А еще Хотел Я про практику Которую Ты рассказала От этой женщины Есть такая Хорошая практика Это же Пожелать Другим Того Чего Ты хочешь Себе Сам Перед Сном Практика Хорошая Начните Желать Всем Своим Близким И знакомым Того Чего Бо вы себе Похотели Здоровья Изобилия Квартиру Новую Там Радости Вот все Что вы бы хотели В себе Начните Желать Мама Маме Здоровья Любви И от каждого Из близких Эта практика Очень тоже Раскрывает Сердечную чакру И то Что вы желаете Другим Естественно Оно Придет Обязательно К вам Слушай Да Это классная Практика Я Буквально Недавно Со своим Другом Общалась Получается Это Ну в общем У нас есть Общий Друг Который Уже Достаточно Долго Находится В таком Очень Депрессивно Негативистском Состоянии И ну Мы В очередной раз Это обсуждали И я В очередной раз Подумала Как бы Мне хотелось Ну в особенности Вот этих Людей Которые Я там знаю Там Со школы С детства Как бы Мне хотелось Видеть Не Какое-то Упаднические Там настроения Не вот эту Деградацию Негативизм Там все плохо А как бы Я хотела Я прям Ему сказала Как бы Я хотела За нашего С тобой Общего товарища Наконец-таки Порадоваться Что у него Что-то Начинает Хорошее В жизни Происходить Что у него Какой-то Ну Смена Направление Происходит Что я бы Очень хотела Там Я не знаю У Дудя Дать интервью По поводу Этого Нашего друга Сказать Какой он Замечательный Какой он Прекрасный человек Как он Много мне дал В свое время Чему я научилась Но нет Пока что К сожалению Нет Но надеюсь Что И вот это В тему Да Что как я хочу Вообще Вот за своих Людей Которые Я там Долго знаю Как я хочу Вот как в сериале Друзья Знаешь Они же Снимали Десять сезонов И там вот Очень классный сюжет Что они Постоянно развиваются Ну Жизненные сюжеты Что там Кто-то находит Лучшую работу Карьеру Там Любовные отношения Семью заводят То есть Все время Вот По восходящей По восходящей Вот это развитие Ты все время За них переживаешь Радуешься Вот И как бы я хотела Чтобы Мое окружение Тоже Ну скажем так Чтобы мы Постоянно Чтобы были Вот эти вот Поводы Для радости Чтобы я Ну то есть Чтобы у человека Был вот этот подъем И соответственно Это же и меня Тоже Поднимет По По настроению По вибрациям Но Сейчас К сожалению К сожалению Вот так вот Чтобы Я Не могла сказать Что вот У людей Которые там Из моего детства Из Ну Чтобы я Замечала Какой-то Подъем И развитие Именно Высоковибрационное Там я не знаю Карьерное Продвижение Или что К сожалению Пока что нет Но Ждем Но я так посылаю Желаю Посылаю Энергию В космос Что я Очень хочу Порадоваться За людей Что у них Происходит Что-то Классное Офигенное Какое-то Реальное Продвижение В жизни Вот Люди Конечно Которые Находятся В нашем Окружении Особенно В близком Семья Мы все Друг на друга Влияем Своими Вибрациями Своими Эмоциями И мыслями Очень сильно Влияем Это я могу Сто процентов Сказать Я как Тонко Чувствующий Человек Это Прямо Ощущаю Вот Даже С мужем Например Как только Он начинает Чуть-чуть Тоже там Себя брать Руки Да Меняться Где-то Я прям Чувствую Сразу у меня Идет подъем То есть Очень влияем Друг на друга Как бы За друг Можно сказать Идем Друг с другом Вот Я да Очень согласна Что вот В особенности Те Те С кем Мы связаны С кем Живем Вот эти вот Настоения Они прям Очень-очень Воздействуют И соответственно Ты хочешь Чтобы у окружающих Людей Были Там Радость Счастье Какой-то Подъем Какие-то Новые Возможности И соответственно Эта энергия Будет И тебе Передаваться И тебя Будет Ну как бы Приумножать На данный момент Я чувствую Что У меня Скажем так Недостаточно Такой Поддержки В окружении То есть Я Большей частью Там Как Сама себя Вытягиваю Знаешь Сами Сами Себя Вытягиваем Как бы Действительно Нужно Взяться И себя Вот Кроме Нас Самих На самом Деле А кто Нас Еще Вытачит Не Нужно Надеяться Ждать Чего-то Вот Опора Именно Идет На свое Внутреннее Когда Раньше Была Опора У нас На Внешнее То Сейчас У нас Переходит Что Мы Направляем Внимание Внутрь Себя И Остаемся Как Бук Как Говорят Знаете Наедине С Богом Наедине С собой Так Оно И Происходит И Внешняя Реальность Встроится Из Нашего Внутреннего Поэтому Медитация Конечно В этом Помогает Почувствовать Кто Я Что Внутри Меня Из Чего Я Состою Вообще Какой Мой Внутренний Мир Потому Что Это Беготня Постоянная Работа Домашние Дела Бытовые Постоянная Гонка Она Нас Выводит Из Внутреннего И Мы Теряемся Уже Чего Потом У людей Проблема Чего Я Хочу Я Не Могу Понять Чего Я Хочу Вообще Что Меня Радует Настолько Человек Застреет В этих Эмоциях Точнее В этой Реальности Внешней Игре Поэтому Побыть Наедине С собой Хотя бы В коротенькой Медитации Или просто На природе Чтобы Сейчас Что важно Обращать Внимание На Чувствование На Ощущения Внутренние Ну и Телесные Возможно Мурашки Где-то Как Отклик Но и Внутренние Ощущения Вот Это Крайне Сейчас Важно Ощущение Это и есть Связь С нашей Душой Потому что Душа Общается Через Чувствование С нами И она Настолько Еле Уловимая Легкая Что Сначала Ты его Можешь Даже Не Слышать Но Постепенно Обращая Все время Внимание Что я Чувствую Задавать Себе Вопрос Отдает Ли Это Мне Радость Истинную Радость Мы Не Говорим Сейчас От Кратковременной Радости Купил Сумку Порадовался Мы Говорим О Глубокой Бесконечной Радости А Что Сейчас Важно Обращать Внимание На Детали На Мелочи В жизни Каждая Деталь Мелочь Момент Здесь И Сейчас Практиковать Возвращать Себя Не Искать Глобальной Вот Мне Нечему Радоваться Не Искать Глобальной Радости Поищи Эту Радость В Мелочах Просто Да Вот Подышать Воздухом Чувствую Как дышу Пью Чай Чувствую Вкус Чая Да Самые Такие Мелочи Начать Взращивать Эту Радость Мелочей И потом Ее Больше И больше Как и Любовь Мы Погружаясь В жизнь Мы Взращиваем Любовь Через Свои Поступки Чем Больше Мы Любви Проявляем Излучаем Тем Больше Объем Этой Любви Возрастает В нас И тогда От человека Вы начинаете Чувствовать Эту Любовь Это значит Что он Уже Открыл Своё Сердце И Эта Любовь Уже Течёт Через Него В таком Случа Вы Это Чувствуете От человека А в Любовь Конечно Есть В каждом Но Не Все Пока Открылись Кто-то Чуть Чуть Капельку Кто-то Чуть Больше Кто-то Еще Сильнее То есть Так Наверное Давай Что там Нам в чате Пишут Давайте Ребят Кто Ответим На ваши Несколько Вопросов И уже Будем Заканчивать Наш эфир Я вижу Что конечно Еще Очень много Чего Знаешь Я тут Делала Пометки Ты что-то Говоришь И я Думаю Что А да Вот здесь У меня Была Похожая История И мы Только Можем Делиться Еще Очень Долго Ну да Это классная Такая Энергия Что А у меня Вот это А у меня Вот это А вот это Еще Хотела Сказать Да Это Прикольно Ну Давай Ответим Повторите Пожалуйста В чат Ваши Вопросы Ответим На парочку Вопросов И будем Наверное Уже На сегодня Заканчивать Так Нам Спрашивают Повторить Книги Какие Какие Книги Ты рекомендуешь Прочитать Друнвала Мельхиседек Древняя Таня Цветка Жизни Долорес Кэннон Три волны Добровольцев И новая Земля Книги С собой Нет Она в другой Помните Меня Еще Есть Немного Информацию Сэл Рэйчел Граница Сознания Но Вот Эту Книгу Нужно Фильтровать Чуть Чуть Там Не Все Откликается Друнвала Пропускаете Через Своё Сердце Что Вам Отзывается Берите Не нужно Как говорят Слепо Верить Да То есть Просто Чувствуйте Я когда Читаю Я чувствую Что Вот Это Откликается Это Мне Что То Есть В Эта Нет И Вот Как Бо Так Отсеивая Просеивая Информацию Ну Еще Приходите К Артрее На Вебинар Который Будет 14 Числа И Это Будет Погружение В Себя То Соединение С собой С Вашей Вечной Душой И Ну Может Быть Соединитесь С душой Ну Это Понятно Что Соединитесь Да Может Быть Увидите Какие-то Сюжеты Из Прошлых Жизней Которые Воздействуют На Вашу Нынешнюю Жизнь И Будут Какие-то Знаки Какое-то Понимание Что Сейчас Здесь Можно Изменить Вот Будут Подсказки Из Этой Прошлой Жизни И главное Это Когда Вы Находитесь В поле Той Души Того Человека Который Уже Открылся Это Влияет На Вашу Душу Потому Что Ну Мы Взаимодействуем С вами Не только На уровне Физических Тел Но и На уровне Души Когда Вот Мы Собираемся На каких-то Вебинарах Курсах Даже И Сейчас В таком Тесном Контакте То Наши Души Обмениваются Энергией И В этом Поле Ваши Души Раскрываются Так Вот Здесь Вопрос Есть Но Она Пишет Пока Ни Гипноз Ни Медитации Не Справляются С паническим Страхом Вспышек В глазах От Солнца Фар Фонарей Включается Экран Телефона Так Сейчас Тут Еще Был А Как Нейтрализовать Панический Страх Вспышек Это Интересно Нужно Индивидуальный Подход Через Сеанс Регрессии Я помогаю Разбираться Со страхами То есть Нужно Смотреть Откуда Идет Этот Страх Идти В первую Причину Где Зародился Этот Страх Не В этой Жизни По Любому Страхи Идут Все Из Других Жизней Нужно Нам Вернуться В ту Точку Где Это Сформировалось Осознать Что Это И Это Нейтрализовывать Так Тут много Спрашивают Про модную Процедуру Которую Сейчас Вообще Опасно Называть Вслух Иначе Заблокируют Спрашивают Что Ты думаешь Об этой Модной Процедуре Это Такая Отдельная Тема Для Эфира Связанная С этим Всем Но Что Могу Сказать Главное Не Поддаваться Страху Потому Что Страх Такая Вибрация Очень Сильная Которая Разрушает Нас И Скажем Так Если Нет Выбора Как Выхода Бывает Вот Только Так Нет Выбора То Если Бы У меня Например Не Было Выбора Мне Нужно Было Это Сделать Я Бо Это Сделала Но Без Страха И Я Бо Сказала Что Я Доверяюсь Богу Я Отдаюсь Богу И Все Для Меня Наилучшим Образом Все Равно Я Бо Настраивалась На Любовь А Любовь Она Преображает Любые Негативные Энергии Вот То Есть Страх Нужно В любом Случае Убирать Не Нужно Поддаваться Панике И Настроим Все Не Совсем Не Так Как Я Вообще Чувствую Вот Это Заболевание Которое Сейчас Идет Совершенно По-другому Абсолютно По-другому Чем Другие Это Вообще Честно Одна Тема Для Эфира Я Вообще По-другому Все Чувствую Ничего Плохого Не Чувствую В Этому Так Спрашивает Гульнара Что Можете Сказать О Шаманизме Айаваске Тотемы Духи И Прочее Каким Вибрациям Относятся Иногда Становятся Не По-себе Но Это Зависит От Проводника Тоже Церемония Айаваски Шаман Это Зависит От Шамана Да Как и Есть Проводники По Регрессии Но Все Проводники Разной Вибрации Понимаете Как Сама Айаваска Я не чувствую К этому Ничего Плохого Несмотря Что Я знаю Некоторые Против Этого Я не Чувствую Так Я чувствую Что Это Все От Природы К нам Пришло Оно Не Содержит Себе Никаких Химических Негативных Элементов То есть Это Природное Это То Что Возвращает К Природе Это Не Вызывает Никаких Зависимостей Вот Это Точно Я могу Сказать То есть Для Нужно Просто Выбирать Шамана Который Высокая Вибрация Потому что Если Говорят Пойти К шаману Который Низкой Вибрации Даже К любому Проводнику Кстати Это Относится Интересно Если Низкая Вибрация Негативное Мышление У человека Он Влияет На вас Своей Вибрацией То есть Вы же Настраиваетесь Друг на Друга С проводником Любым Или шаманом И он Получается Своей Матрицей Может Вносить Какие-то Искажения Вашу Матрицу Мы же Имеем Энергетическую Матрицу Как Мандала То есть Каждый Из нас Как Мандала Это Есть Матрица Матрица Наших Тонких Тел Нашей Души Если Где-то Искажения И Взаимодействовать То Это Привносит Это Говорим Мы Как раз Про тех Кого Слушаем Смотря Кого Читаем Кого Мы Вот Мы Впускаем В свое Поле В свою Матрицу Вот Эти Моменты Всякие Поэтому Нужно Переключаться На Положительные Так 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 Ну давай Последний Вопрос Конечно Ребята От вас Очень много Вопросов Но Понятное Дело Что мы На все Не сможем Ответить Так что Приходите На сеансы Регрессии Записывайтесь На Вебинар По Медитации И Там Можно Будет Более Тем более Что через Эфир Они Возможно Ответят Ну вот Здесь Просто Есть Вопрос Например Почему Акмарал Спрашивает Почему Во сне Вижу Дом Где Выросла И Разные События Происходят В течение Десяти Лет И Ну Я Сразу Понимаю Что Это Нужно Разбираться Да Что Какие Там События Какой Дом Какие Эмоции Связаны С Событиями То То есть Это Все Нужно Разбирать Чтобы Глубоко Ответить На Вопрос А не Поверх На Сна Нужно Разбирать Так Ну Все А так Что У нас Тут Еще Даниэла Спрашивает Как Вы Думаете Можно ли Принимать Блага От Человека У Которого Низкие Вибрации Интересный Вопрос Кстати Ну Если Смотря Что Под Благами Подразумевается Не Совсем Понятно Что имеется Блага Материальные Блага Или Как Это Духовные Блага Не Знаю Ну Может Если Это Искренне Человек Вам Дает То Берите С Любовью С Благодарностью К нему Вообще Конечно Ну Неправильно Разделять Людей На Низкие На Высокие Вибрации Это Тоже Так Себе Вот Знаете Нужно Помнить Что В каждом Человеке Есть Свет Есть Любовь Есть Бог Да И он На Время Взял Вот Этот Костюмчик Для себя Играет Какую-то Роль То есть Как говорят Это Высший Пилотаж Уметь В каждом Увидеть Этот Цвет Эту Любовь Несмотря На Какую-то Такую Личность Южанина Пишет На Сеансе У Артреи Почувствовала Свою Природную Энергию Это Волшебное Ощущение Я Запомнила И теперь Мне легче На нее Настраиваться Да То есть Получается Что Когда вы Почувствуете Свою душу Свою энергию Вы можете На нее Сами Потом Настраиваться Просто Вспоминая Это состояние Возвращаясь И вы Знаете Вот это Знаете Как маячок Для вас Как ориентир Да К чему Нужно Идти Чтоб лишнее Вот это Все Отвоить Кстати Алена Мы Такое Небольшое Объявление Мы же С Катериной Это просто Ну Ник Южанина Это просто Девчонка Которая Ну В общем Мы Знакомы С ней Я делала Еще По-моему В прошлом Году Объявление Что я Буду На выставке Вегетарианской Вегмарт И вот Несколько Людей Ко мне Подошли И Завтра Я буду Вместе С Катериной В Москве На фудкорте Брокколи Завтра Это в среду Для тех Кто будет Слушать записи Среда 11 Августа Да Вот И С 6 вечера До 7 вечера Мы будем На фудкорте Брокколи Так что Всех Желающих С нами Увидеться И пообщаться Оффлайн Добро пожаловать Только Если вы будете Если вы придете Напишите мне Пожалуйста В директ Чтобы мы Понимали Какой нам Столик Занимать Насколько Насколько Большой Вот Такое Небольшое Объявление Так Я думаю Что будем Заканчивать Спасибо тебе Огромное Слушай Я бы хотела Я бы хотела Вот Эфир Уделить Нашей Новой Болезни И Модной Процедуре Действительно Очень Очень много Просто на эту тему Негативной Информации Очень много Страхов Да И Очень было бы Здорово Провести На эту тему Эфир Но естественно Мы тогда будем Пользоваться И насказанием Кодовыми словами Да Кодовыми словами Да Потому что я заметила Что Многие жалуются Что когда ты говоришь Эти слова То Блочат эфиры Блочат аккаунты Удаляют эти видео Так что Да Будем Аллегории Закрытый Сказать эфир Может быть Даже Не знаю Как все Могут восприять Только потому Что моё восприятие Совершенно Отличается От того Что Ну да Давай обсудим Да Давай посмотрим Что Ну Интересная Актуальная тема И Такой более Ну скажем так Конструктивный Позитивный взгляд Он вообще Не помешает Ну скажем так Из Просто взгляд Не прям Из Вот этих вот Текущих событий А как бы Чтобы сверху Посмотреть На замысел Вообще Вот Ну все Спасибо тебе Большое Благодарю тебя Дорогая вас Благодарю Всего тебе Вечеру Всем любви Радости Добра Всего доброго Все Спасибо огромное И до встречи До свидания До свидания Продолжение следует